Анна Адувалова. Змеиная школа. Книга вторая. Королева нагов. Темно-серая, наглухо тонированная машина представительского класса, сливающаяся с осенним предрассветным пейзажем, затормозила перед зданием с вывеской «Кама Клаб» ранним утром. На улице было удивительно тихо. Ни машин, ни прохожих. Город, в котором жизнь бурлит круглые сутки, сейчас застыл. Громко хлопнув водительской дверью, из автомобиля вышел директор лицея имени академика Катурина Анатолий Григорьевич и поспешно взбежал по лестнице, ведущей к парадным стеклянным дверям. Подавшиеся вперед сонные охранники отступили, не посмев задержать целеустремленного гостя, одетого в дорогое кашемировое пальто и ботинки стоимостью в их годовую зарплату. «Какие гости?» — голос тихий, приветливый, но в нем сквозила угроза. «С чем пожаловал, Шеша?» — «У меня к тебе просьба», — примирительно поднял руки Анатолий Григорьевич, продемонстрировав подобие улыбки. «Мой визит дружеский. Прошу». Хозяин клуба, который лично вышел встречать гостя, махнул рукой в сторону вип-зала и, не дожидаясь, прошел за стеклянную дверь в соседнее помещение, предназначенное для переговоров и конфиденциальных встреч. Шеша двинулся следом, испытывая странное чувство. Он никогда и не предполагал, что однажды обратится за помощью к покровителю любви. Что такое любовь? Непонятное, необъяснимое чувство, от которого только проблемы. Любовь сложно предугадать и использовать. Шеша всегда презирал тех, кто боготворил придуманные сказочниками чувства, и не ожидал, что в самый важный момент именно от любви будет зависеть перераспределение власти в этом мире. В вип-зале музыка играла тише, а небольшие кабинки были отделены друг от друга перегородками. Присев за один из столиков, Анатолий Григорьевич попросил. «Мне нужно, чтобы ты сделал для меня одно маленькое одолжение». «Зачем?» — внимательно посмотрел на собеседника Кама. «В небесно-голубых прозрачных глазах Бога застыло равнодушие. Я окажусь перед тобой в долгу». «И как велик будет этот долг!» Легкая улыбка и намек на заинтересованность. «Достаточно велик!» «Ты в последнее время в тени, Шеша. А тебе не слышно? Когда ты в последний раз наведывался в Амаравати? Нужен ли мне такой должник?» «Все меняется». На лице Анатолия Григорьевича не дрогнул ни один мускул. «И то правда», — как-то очень быстро согласился хозяин клуба, словно предыдущий вопрос был задан лишь для того, чтобы посмотреть на реакцию собеседника. «Так какой услуги ты от меня ждешь?» «Снадобья, способного разжечь любовь». «Неужели?» «Не мне», — брезгливо передернулся Шеша, заметив хитрую усмешку сидящего напротив юнца. «Зачем?» «Я же сказал, надо. Надеюсь, ты понимаешь, что это не панацея. Нельзя связать истинной любовью двоих, если они не частички одного целого. Точнее, связать-то чисто теоретически можно, но это не будет даже подобием любви. Мучительный, тянущийся на протяжении жизни союз, который не приносит ни удовольствия, ни счастья». «Да уж, ты изрядно подпакостил человечеству, разорвав одно целое на две разнополые половинки. Но мне не нужно приворотное зелье. У меня нет цели связать двух неинтересных друг другу людей». «Людей?» «Тихий смешок и испытующий взгляд. Не придирайся к словам. Все мы здесь в той или иной степени люди. Мне лишь нужно напомнить моему воспитаннику о его истинных чувствах». «А ты точно уверен, что знаешь о его истинных чувствах?» «Я точно в этом уверен. Просто он охладел к той, которая предназначена ему кармой. Нужно только немного подтолкнуть, заново разжечь затухающее пламя. Уверен, у тебя найдется, чем мне помочь». Удивительно молодой хозяин клуба посмотрел внимательно, задумался, словно собираясь сказать что-то важное, но внезапно изменил свое решение. Выражение лица стало более легкомысленным, а в голосе прозвучала ирония. «Напомнить об истинных чувствах, — говоришь, — это как раз можно, но будь осторожен. Понятие истины относительно. Резкие, слегка угловатые черты лица, насмешливо вздернутая неровным шрамом бровь и тихий ласкающий голос. Полутора часов, которые длилась лекция, мне решительно не хватало для того, чтобы насмотреться на Влада. На его занятиях всегда стояла тишина, его слушали с замиранием сердца. Владислав Анатольевич словно гипнотизирует аудиторию. Как-то с придыханием поделилась однокурсница Маринка и влюбленно закатила глаза. Девчонки из нашей группы согласно кивали, но, пожалуй, лишь для меня эти слова имели смысл. Я и правда считала, что Влад умеет гипнотизировать, и держалась от него на расстоянии. Моя попытка забрать документы из лицея почти месяц назад закончилась ничем. Елена Владленовна, льстиво улыбаясь, никуда меня не отпустила. Ее доводы были разумными. Я не могла с ними поспорить и не показать, что знаю намного больше, чем должна, и поэтому осталась. Меня могло скомпрометировать письмо бабушке, и я его сожгла, а общение с Владом свело на нет. Он не возражал. Последний раз, когда мы с ним встречались тет-а-тет, я планировала уехать из лицея и сама поцеловала парня на прощанье. Жалела потом не раз. Прошло несколько недель, а я слишком хорошо помнила вкус его губ. Мы с Владом теперь пересекались только на его парах два раза в неделю, ну и периодически в столовой, но там он не отходил от Вероники. Казалось, их любовь вспыхнула с новой силой. Я смотрела на обнимающуюся парочку и чувствовала, что от боли сжимается сердце, как он мог сначала целовать меня, показывать звезды и учить держать равновесие, стоя на узких перилах крыши, а потом, словно ничего не произошло, смотреть влюбленным взглядом на другую. После того вечера я словно перестала для Влада существовать и лишь изредка ловила задумчивый взгляд, когда парню казалось, будто я его не вижу. Как, например, сейчас. Анна Адувалова, королева нагов, читала Ирина Чураченко Субтитры создавал DimaTorzok